МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту пару называли уникальной. Их отличало чувство близости, которое они раскрывали на льду. Они катались так, как будто вокруг никого не было. Были просто влюбленными мужчиной и женщиной. Четырехкратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы, двукратные олимпийские чемпионы. Они были парой в течение 13 лет. Все закончилось 20 ноября 1995 года. В этот день остановилось сердце фигуриста Сергея Гринькова. Гибель была его удивительно, неожиданно. Но с точки зрения духовной жизни он как-то подготовился к ней. В середине 70-х фигурное катание в Советском Союзе было на пике своей популярности. Многие москвичи отдавали детей в профильные спортивные секции. Не стали исключением и родители Кати Гордеевой и Сережи Гринькова. Сережа катался в одиночном катании в группе Василькевич Галины Борисовны. Это тот тренер, который воспитал Лену Водорезову и еще много. В ЦСКА у нее были способные ребята. Сережа был неплохим одиночником. Но беда была у него с обязательными упражнениями. В то время еще были эти обязательные упражнения, которые отнимали очень многое время. Рослый мальчик. Для одиночного катания у Сережи были недостаточно сильные прыжки. Подобная проблема была и у Кати. И тренеры решили объединить их в пару. Это произошло в августе 81-го года. А с Катей Гордеевой была немножко другая история. У нее отец, солист ансамбля Александрова, танцор. И где-то после 4-го класса он ко мне подходит, папа Катина, и говорит, Александр, я бы хотел Катю отдать в хореографическое училище. Я говорю, Александр, ну смысл какой? В общем-то, девочка любит фигурное катание. Давай у нее спросим. Позвали Катю. Я говорю, Катюш, ты хочешь в хореографическое училище? Они говорят, ни за что. Я так люблю фигурное катание, что... Ну и, короче, папе пришлось смириться с тем, что дочь сама решила, ну там, в 11-12 лет, наверное, заниматься фигурным катанием. И вот так она осталась в спорте. Так создалась эта пара. Сергей не хотел переходить в парное катание. На тренировках он часто устраивал сцены. Дело дошло до того, что его даже хотели отчислить. Тогда юная партнерша сама поговорила с Гриньковым. И тот смирился. Ну, Сережа, естественно, как любой мальчик, парное катание – это, в общем-то, проблемы. И, наверное, сначала не хотел. Катюша ко мне пришла еще совсем юная девочка. Ей было тогда лет 18-19. Но она уже была олимпийская чемпионка. У нее было много званий. И я вспоминаю тот период, когда я ее крестил самому. И вот через ее крещение, через знакомство с ее семьей, с близкими людьми ее семьи, я стал постепенно узнавать ее образ жизни, ее стремление, ее переживания. Я могу такую вещь сказать. Если не будет это грубостью или нетактичности по отношению к светлой памяти Сережи, он был немножко разгильдяев. По разгильдяев, ну, как сказать, в хорошем смысле слова, по, что ли, ну, по тренировкам, по жизни немножко. А Катя воспитывалась в семье, где такой был порядок, ну, что ли, артистический. Отец сам профессиональный танцор. И, то есть, все делалось для того, чтобы все. Уж коль ты занимаешься серьезно делом, то ты и должен серьезно заниматься. Такая девочка дисциплинированная. Поэтому, конечно, она в паре была, ну, если не лидером, то, во всяком случае, вот то, что она действительно была, ну, что ли, духовной составляющей и дисциплинирующей составляющей этой пары, это факт, конечно. Гриньков и Гордеева приступили к усердным тренировкам. Большую часть времени они проводили на льду. Результаты не заставили себя ждать. Выступив в 84-м году уже в паре, на чемпионате мира стали чемпионами мира. И дальше поехала, поехала, поехала. И вот так состоялась эта пара. И они приходили в храм, сюда исповедовались, причащались и получали благословения перед своими играми или соревнованиями, которые были у них намечены на определенный период времени. Большая, как говорится, ответственность лежала и на Сереже, как на партнере. Но такой дергатель все время, чтобы было все в норме, это была, конечно, Катюша. Вскоре Сергей влюбился в свою партнершу и, набравшись храбрости, попросил разрешения ее поцеловать. Катя ответила согласием. Через некоторое время Гордеевы сделал Гордеевы предложение. Гордеева сказал, что есть человек, который зовут Сережа, и который сделал ей предложение. Мне было очень приятно, что она меня посвятила такой, как бы, девичьей своей тайны. И я предложил им венчаться в храме, так как и Сережа, и она были православные люди. Люди, находясь долгое время как-то вместе, я так думаю, возникают, наверное, определенные чувства, хотя в то же самое время, когда ты долго находишься, там, по 6-7-8 часов с партнершей, иногда хочется, честно говоря, друг от друга отдохнуть, так как и в семье бывает. Но браки такие, они не только в фигурном катании между партнерами, как говорится, свершаются. Но, видимо, что-то на небесах там происходит. В то время я служил в храме в открестении Славущего на Ваганинском кладбище. И вот в этом храме, где как раз и Катя крестилась, где потом я крестил ее дочку Дашеньку, Сереже и Катюшу, обвенчались, и это была удивительная свадьба. Свадьба, которая собрала многих-многих представителей наших олимпийских вершин. И многие люди, которые любили эту семью, знаменитые тренеры, знаменитые спортсмены, пришли, чтобы их поздравить. Катя и Сережа решили венчаться, ведь они планировали прожить вместе всю жизнь. Однако судьба отмерила этой паре всего 13 лет. Но есть такое мнение святых отцов, что человек берется от жизни в тот момент, который наиболее важен для его души, чтобы сохранить его от дальнейших каких-то искушений, падений, переживаний, когда он достиг своего духовного пика. И кончина Сережи, ну, для нас, для всех это, в общем, был, для меня, в частности, это была, конечно, большая очень трагедия. Желатель должен быть ко всему готов. И поэтому духовно они, видимо, как-то чувствовали вместе, что приближается какая-то роковая черта их жизни. Но осознать это, что это такое, не могли. Вот душа подсказывает, сердце переживает. А мы разве, что это будет конец жизни кого-то, это невозможно представить себе, потому что это был расцвет их творчества. Бывают же врачебные какие-то ошибки, врачебные недосмотры. Короче, в 20... Это был 95-й год, в 68 лет Сережа ушел из жизни. Ну, это, конечно, трагедия. В 86-м году пара Гордеева-Гриньков вышли из возраста юниоров. Они впервые приняли участие во взрослом чемпионате мира и сразу же стали фаворитами публики. И впервые они выступали на взрослом чемпионате мира, если мнение изменяет память, и стали сразу чемпионами мира. Это был, значит, первый их чемпион, чемпион мира по среде взрослых. Хотя они были в Советском Союзе, на чемпионате Советского Союза, и не первые, а там они обыграли, по-моему, Валова и Васильева и стали вот чемпионами мира среди взрослых. К чемпионату мира в 86-го года пара готовилась под руководством тренера Станислава Жука. Тот муштровал их ежедневными долгими тренировками. Но оказалось, что это того стоило. Группа Жука уже была, и у него катались в этот момент, это, значит, 84-й, 85-й, 86-й год, Фадеев, Саша Першина, Акбаров, Пестова Леонович, Водорезова Лена. И уже, значит, с ними работала первый тренер Надя Шеволовская, второй тренер Захаров. И потом, значит, вот Станислав Алексеевич их уже приметил, взял. И вот они должны были сделать прыжок в двойной тулуп. Они, значит, заходят, крутятся, падают, заходят, крутятся, падают. Так продолжается полчаса. И тут звук растерепел и начал орать. Причем так орал, что во всем ЦСКА, на всех коридорах было слышно, как он орет. Он, в общем, довел их почти до слез. У них ребята стояли, все красные, пунцовые, буквально. Их колотил от злости всех. Он их довел до бешенства. Потом сказал, вперед. Они вышли и сделали прыжок. После этого он улыбался, подозвал к себе эту Катю. И говорит, Катя, молодец. Ну, почему ты сама не улыбнулась после прыжка? Создал улыбаться. Но он же не всегда кричал. Когда вот что-то не получалось только. А также он не может постоянно кричать. Вот это был подход. Чисто такой психологический. Он говорит, я заставляю спортсмена разозлить. Пока он не разозлится на себя и на всех, до тех пор он будет биться об стенку. И не делает этого. Надо разозлить человека. И он это и умел делать. Он их хвалил, но потом сразу говорил, что вы, конечно, не очень радуетесь, но нужно продолжать работать дальше. Это еще не все. Нужно стремиться к лучшему. Станислав Жук был прославленным тренером. Среди его учеников Ирина Роднина, Алексей Уланов, Александр Зайцев и многие другие. Казалось, для Гордеева и Горенькова большая удача работать с ним. Но молодые спортсмены приняли решение уйти к другому тренеру. Против него было много обстоятельств. У него было всегда много друзей и много врагов. Из-за того, что он всегда говорил то, что думал. И не снялся сказать, что ты дурак, что ничего не понимаешь. Завоевав титул чемпионов мира, Катя и Сергей решили покорить новую вершину. Стали готовиться к Олимпиаде 88-го года. Тренировки были сложными. У Сергея возникли боли в плече и спине. Во время одного из пробных катаний он не смог удержать Катю, и та упала. Врачи поставили диагноз – сотрясение головного мозга. И затем наши встречи стали довольно часто. Потому что у ребят возникли большие проблемы, связанные со здоровьем Сережи. И у Катюши у них все было в порядке. Ну, как у всех спортсменов. Бывает, что периоды взлеты, периоды неудач. Удачи у них не было. Но проблемы были. Ну, ребята, они очень скромные были и есть Катя до сих пор. И Сережа всегда с улыбкой. Вот я его вспоминаю, у меня масса фотографий есть, где постоянно его улыбка. Никакого ни тени зазнайства не было после их побед. Вот эти проблемы, связанные и с физической жизнью, и с духовной жизнью, отношениями в семье. Все это на протяжении... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok